Через 4 часа многие красноярцы начнут окунаться в проруби. Праздник Крещения Господни православные христиане отмечают в ночь с 18 на 19 января. Несмотря на ветреную погоду, людей ожидается много. И сейчас рядом с купелью на набережной Енисея находится моя коллега Мария Маковозова. Она на прямой связи со студией. Маша, купель уже готова, люди еще не начали собираться. Соня, купель действительно уже начали готовить. Она стоит прямо здесь, кстати, на основном месте для крещенских купаний, на набережной возле парка Горького. Купель деревянная, через несколько часов ее наполнят водой прямо из Енисея. На ней оборудованы две лестницы для удобного и безопасного погружения. Есть две теплые раздевалки, мужская и женская. А также проруби для купания организованы еще в двух местах. На острове Отдыха возле клуба закаливания Креофил и на Щерса, на территории храма Рождества Христова. Купаться можно будет сразу после праздничного богослужения, которое начнется в 23.50. Сейчас на улице минус 10 градусов. И если не считать достаточно сильного ветра, можно сказать, что с погодой сегодня повезло. И тем не менее спасатели напоминают, что купаться нужно только в оборудованных для этого местах, где сегодня ночью будут дежурить спасатели и бригады скорой помощи. Также ни в коем случае нельзя окунаться в состояние алкогольного опьянения, а с собой нужно взять тапочки, теплую сухую одежду и полотенце. После купания можно погреться и выпить горячего чая в теплых раздевалках. А окунуться в купель на Дубровинского можно будет еще на протяжении суток. Она будет работать до 10 часов вечера 19 января. Так что спешить не обязательно. Тем более, что сегодня общественный транспорт будет работать в стандартном расписании. Ночью он ходить не будет, а дороги частично перекроют. Так, начиная с 9 вечера на улице Дубровинского в районе Рекпалаты и на улице Сурикова у Покровского кафедрального собора запретят парковки. А у храма Рождества Христова на улице Щерса полностью перекроют дороги. Ограничение продлится до 3 часов утра. Так что лучше всего добираться на общественном транспорте, либо такси. И заранее подумать, где вы ставите машину, если вы все-таки автомобилист. На этом у меня все. Тебе слово, Соня.